Дорогие друзья, всем привет! Канал Paradise, меня зовут Никита и Оля. Сегодня мы хотим для вас записать очень важное, очень максимально просто полезное видео для тех, кто хочет, вообще планирует купить квартиру в Алании. Мне многие подписчики пишут, что вы мне там показываете, типа цены совершенно другие, я знаю, ну у себя с города лучше, конечно, лучше знают, чем мы. Я смотрю на сайте на каком-то и вижу вот такие вот цены, а вы показываете там намного дороже. Поймите, друзья, не все, что написано в интернете, все правда, могут быть приложения какие-то старые, там 2018 года. За 2019 год, например, цены в Алании вообще поднялись на 20% по статистике. Поэтому сейчас будет настоящая цена, реальные цены на недвижимость в Алании. Обязательно ставьте лайк этому видео, делитесь этим видео для тех, кому это будет полезно. И мы начинаем. Да, сделаем срез по районам и сразу посмотрим, что у нас есть. Начнем первый район от Анталии, это Авсалар. Авсалар сейчас очень интенсивно застраивается, поэтому самый высокий спрос там это на новые объекты. Цены на квартиры 1 плюс 1 в новых проектах, которые находятся на стадии котлована или в стадии строительства, у нас 29-35 тысяч евро. Все зависит от удаленности от моря и от наличия инфраструктуры. Насколько она широка, насколько она охватывает ваши интересы и, в принципе, закрывает потребность в активном отдыхе. Давай, наверное, поясним. Инфраструктура, Оля, имеет в виду комплекса. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в комплексе были бассейны, хамамы и все остальное, то, соответственно, будет подороже. Но это логично. Есть комплексы, например, более аскетичные, там, конечно же, цена будет подешевле. Но мы вам сейчас будем говорить средние цены, она где-то больше, где-то меньше. Да, я брала усредненную цену, чтобы не путаться. Есть, конечно, и дешевле, но нужно смотреть, что там есть, где она находится. И, в принципе, на многие факторы следует обратить внимание, если цена ниже средней. 1 плюс 1 я уже озвучила, 2 плюс 1 стартует 55-60 тысяч евро. Это то, что реально можно найти, где зайти в хороший проект, к хорошему застройщику и в нормальном месторасположении. То есть, ты сейчас говоришь не за готовые дома, а за строящиеся? За строящиеся дома. За строящиеся. А в Солар, в принципе, рассматривать с позиции старого фонда, вторичного, не стоит. Потому что он, в основном, весь старый. Новые проекты сейчас заходят, они гораздо интереснее. По цене это то же самое. Ну, разница в 5 тысяч, может быть, будет евро. Глобально не отличается. Смотрите, друзья, в чем большой плюс стройки. Во-первых, стройка здесь не длится по 3 года, по 5 лет, как у нас. Максимум 1,5 года. В основном вообще год, да? Полтора. Год-полтора. Да, и у вас есть очень большой бонус, что вы можете купить эту недвижимость в рассрочку. Заплатить где-то 30% изначально и остальные деньги расписать, то есть, график платежей поставить до конца строительства. Да. Очень удобно. Ну, и опять-таки, новая квартира в Турции. Турции это квартира с новым ремонтом, где предусмотрено абсолютно все, включая выключатели, розетки, смесители, всю сантехнику и встроенную кухню. То есть, это такой весомый бонус, как мне кажется. То есть, да, вы получаете просто, ну, как новая машина, да? Либо подержанная машина, либо новая, вот она, запах новой машины. Также у вас новая квартира, новый бассейн, все будет новенькое. Круто. Да, и так, как вам нравится. Алания. Алания. Вот Оля, Аланию, имеет в виду это Клеопатра и центр Алании, правильно я понимаю? Да, именно Аланию город, ни районы, ни пригород, именно Аланию. Она тоже сама по себе поделена на районы, но я все-таки усреднила цены. Алания сейчас разрастается, идет в горы, то есть, удаленность от моря в Алании может быть 3-5 километра. Ну, самая классная вилла, это, например, на Бекташе, да, с террас, где шикарно видно весь город, шикарно видно море. Это умопомрачительная панорама, очень красивая, я тебе показывала фотографии сегодня перед этим видео. Это действительно того стоит. Естественно, там будет хорошая цена. Ну, мы берем среднюю. Новые проекты в Алании 1 плюс 1 стартуют от 65 тысяч евро. 2 плюс 1 от 100 тысяч евро. Сразу оговорюсь, Алания город старый, застройка достаточно плотная, поэтому часто пишут, вот хочу центр Алании, но так, чтобы был зеленый оазис, подальше дома друг от друга. Такого не будет, да? Застройки очень высокая, земли под застройку мало и разогнаться, но особо даже нет места для маневров. Ну, и кроме того, большую территорию комплекса тоже невозможно туда вписать. Ну, просто нет земли. Да, у вас будет небольшая территория, потому что цена на землю дорогая, соответственно. Ну, и если большая территория, то будет большая цена. Все в конечном итоге отражается на покупателе, вы должны это понимать. Но, смотрите, давай, наверное, еще так будем, чуть-чуть добавим. А в Салар, да, вообще, для кого этот район подходит? Он все-таки как-то удаленный, да, такой район больше. Идеально для отдыха. Для тех, кто устал от городской вот этой суеты. И там есть мощнейший, да, вот этот пляж Инжекум. Там прям супер красивый, да? Да, очень классно для деток, для семей с детьми. Да, да, там же есть всякие кемпинги, да, такие возле моря там. Именно. Очень круто, очень красиво. Клеопатра зато, ну, как центр Алани, там есть пляж Клеопатра, да? И там очень хорошо сдается посуточно, и аренда хорошо идет. Аренда идеальна, причем круглогодично, всегда есть спрос, всегда есть туристы. Это будет отличным вариантом, если у вас образ жизни, да, тусовки. Любим городскую жизнь. И тусовщики. Да, любим городскую жизнь, любим ходить в клубы, любим отдыхать, любим, чтобы вокруг кипела жизнь, бурлила. Это Алания, это вот туда. Это очень удобно. Я не тусовщик, поэтому я выбрал оба для себя. Я для себя это открыла. Я для себя открыла, но все равно мне с Махмутлара ничто не мешает приехать в Аланию. Мне 10 километров, и я там. Старый фонд Алании, он есть, он достаточно обширный, как рынок. Дома 20 лет и больше могут быть. По ценам. 1 плюс 1 будет 60 тысяч евро, и 2 плюс 1 – 80 тысяч евро. То есть разница между новым на этапе котлована, например, и старым домом, куда нужно зайти и вложиться. Скорее всего, зайти и вложиться. Она есть. Ну, как она есть? Ее нет. Она совсем незначительная, и можно этот вариант тоже рассматривать. Но в 2 плюс 1 у тебя большая разница, получается. Там 100 было, а здесь 80. В 1 плюс 1 разница небольшая по одной простой причине. В старом фонде очень мало 1 плюс 1. Это же будет касаться у нас оба и Тосмура. А почему? А там 2 плюс 1 и все? В принципе, турки любят, когда много комнат, чтобы у каждого своя комната, и очень маленькое количество было квартир 1 плюс 1. Поэтому в этом вся сложность и заключается. Мы это увидим дальше. На следующих районах будет примерно та же закономерность по квартирам 1 плюс 1. Они очень востребованы на рынке. Очень часто спрашивают. Наверное, больше 50% запросов, которые к нам приходят, это 1 плюс 1. У нас 1 плюс 1, потому что здесь у нас уже квадратов 65-70, такие 1 плюс 1. У нас бы там в Сочи нагородили бы трех комнат. Ну, давай пойдем все-таки более реалистично. В среднем 50. 50, да? Да. Сейчас, кстати, идет в сторону уменьшения, я заметил. Начинаются площади, начинают уменьшаться. В общем, все идет, деградация. Земли мало остается. Остается мало земли. Становится дороже, площади уменьшаются. Поэтому, ребята, надо запрыгивать в этот последний вагончик. Я прям очень хочу купить недвижимость. Тем более, вообще, вот, кстати, чуть-чуть отойдем. Я вот прям смотрю на город. В прошлом году я приезжал, прошел год. Я смотрю старые вот эти магазины, которые выглядели, ну, вот, как старые. Они, то есть, их переделают, они становятся новой. Ну, как все такое стильное становится. Прям Европа тут превращается в Европу. Я думаю, цена будет расти. Ну, у нас города меняют облик каждый, вот, каждой межсезонье, да, хотела сказать, каждый год. Потому что нужно обновить, нужно где-то адаптироваться под рынок, под современность, под условия. И это все стараются учитывать и делать максимально удобным для жизни. И для туристов в том числе. Это привлекает людей как ни крути. Вернемся. Вернемся. Оба. Оба? Оба. Ладно. В Турции ударение всегда на последний слог. Это оба. Новые дома. Так, начнем сначала. Оба тоже достаточно хорошо разросся сейчас. Мы ушли от моря на 4 до 5 километров. Это все будет оба. При этом есть все плюшки, все прелести городской жизни, хорошей социальной инфраструктуры. И не в туристическом центре. То есть можно уже повыбирать, что ближе, где какая потребность. Можно совместить и город, и пригород. Такой хороший, престижный пригород. С красивыми комплексами. Я, собственно, там поэтому и выбрал. Потому что мы живем, вот он Аланьем. Мы заезжаем за Аланьем, там метро, магазинчики. Все новое, все новостроечки. Нету вот этих старых. Красивые комплексы. И кроме того, они разделены садами. Где землеотвод под... Да, везде классные комплексы. Ну, в общем, одно удовольствие. Я говорю, как по Европе гуляешь. Да. Поэтому оба, это лично мой выбор. А, и также социальные инфраструктуры. Ты говоришь, что есть и школы, и детские сады. Банально. Кафе, магазины, рестораны, общественный транспорт. Закрыты все вопросы, ключевые для жизни. Правильно, для жизни, именно для ПМЖ. Новые дома, квартиры стартуют на 1 плюс 1. Цены от 30 тысяч евро, 30-55 в зависимости от удаленности от моря и от наличия инфраструктуры. Понятно, можно взять 500 метров от моря, но это будет только дом. Я тебя уже в один окном дала. Например, у нас есть свой проект, сейчас оба Exodus, там от 32 тысяч за квадратный метр. Ну, там есть вся полностью инфраструктура, но довольно-таки отдаленно он стоит. Стартовали, кстати, 29, уже просто их нет. Были квартиры за 29 тысяч. По-моему, и 32 нет, я смотрел, 34 уже там на резерве стоят. Ну, резерв можно, если что. Очень быстро меняется все, поэтому, к сожалению, утром я еще не проверила, что зарезервировали за вчера. И да, инфраструктура в комплексах перекрывает очень многие потребности в таком случае. Это бассейн открытый, закрытый, сауна, хамам, фитнес, кинотеатр свой, сервис на море часто предусмотрен. Да, вот это важно вообще. Вы находитесь далеко от моря, да, ну, то есть пешком неохота все-таки там по жаре будет идти там полчаса. У вас есть трансферы. Вот, например, с нашего комплекса 3 раза в день будет трансфер ходить. С утра, в обед и вечером. Это же на свой собственный пляж, где вам все будет бесплатно. Вот они, видите, молодцыки, подходят с умом и закрывают, то есть ваше вот это, что далеко от моря. Вот вам, пожалуйста, трансфер, да? Это называется клиентоориентированность. Вообще, красавчики. Квартиры на 2 плюс 1 стартуют от 55 тысяч евро, если подальше. В строящемся. Да. И от 100 тысяч евро, если поближе. Я не говорю про первую береговую, что, вот сразу оговорюсь, первая береговая линия с видом на море, это отдельная история и, возможно, отдельное видео. Если будет интересно, напишите об этом в комментариях. Я думаю, Никита придумает, как это организовать. Старый фонд ОБА. 1 плюс 1. От 60 тысяч евро. Старый фонд, это вот мой дом, это старый фонд уже считается? 2000 там какого-то там 16-го что-либо? Я не скажу, что совсем старый, это ближе к новому, но это, скажем, новое сданное, да? Вот так вот назовем. Но в целом, если мы говорим, что мы хотим поближе к морю, ну, например, до километра от моря, и при этом мы готовы рассмотреть старый фонд, это будет в районе 60 тысяч евро. Да, мы можем посмотреть дома, которые стоят дешевле. Есть маленький момент. Дом плюс-минус 20 лет. И заходя в эту квартиру, нужно будет произвести дополнительное вложение. Об этом не нужно забывать. Ну, косметический ремонт ты имеешь в виду? Ну, где косметический, где некосметический, это уже все зависит от состояния квартиры. Из выигрышного будет, пожалуй, только место расположения, потому что старый фонд все-таки ближе к морю находится, ближе вот к Аланию, там, где ты живешь. Там можно повыбирать. Ну, опять, это цена 60 тысяч евро. 2 плюс 1 от 70 тысяч евро. Разница между 1 плюс 1 и 2 плюс 1 небольшая. И опять-таки, в старых домах 1 плюс 1 очень мало. Ну, не было такого спроса на 1 плюс 1, и в принципе его не строили. Поэтому можно постараться, можно найти дешевле. Но нужно взвесить все факторы и понимать, насколько это целесообразно и интересно для вас. Так, сюда же, к этой же примерно ценовой политике можно отнести и Тосмур. Они с собой практически не расходятся границами, они плавно перетекают один в другой, и ценовая политика будет абсолютно такой же. Так. Кестель. Самое интересное. Бутиковый город. Там вот мэр у нас живет. Да. Определенная камерность в городе. Все дома не выше 5 этажей. Это закон. Ничего другого здесь нет. В новом фонде 1 плюс 1 стартует от 50 тысяч евро. 2 плюс 1 от 90 тысяч евро. Очень любят европейцы. Вот прямо очень любят. Кестель. Да. Сейчас наши, я имею в виду рынок СНГ, достаточно активно смотрят на Кестель, потому что он уединенный, он тихий, спокойный, близко море, хорошая инфраструктура. И вот эти низкие домики, в основном новые, ты сам проезжал много раз, видел, они создают какую-то, ну вот особенную атмосферу. Он не похож ни на Махмутлар, ни на Аланию, ни на Авсалар. Он особенный, у него своя атмосфера у Кестеля. Ну, в общем, приедете сами, выберете, что по душе. Да, лучше всего приехать, посмотреть и определиться, что же все-таки больше нравится. А старого фонда в Кестеле практически нет. Не будем тогда. Да, старый фонд, нет, ну как, 10-12 лет, 15 лет есть дома, которые можно рассмотреть. Ну, опять-таки, 1 плюс 1 это 45 тысяч евро в среднем, стартовая цена. На 2 плюс 1 в среднем 80 тысяч евро. Ну, и напоследок, самое интересное, Махмутлар. Твоя родина. Моя родина, малая, можно сказать, да. Рынок меняется и трансформируется насколько быстро, что если бы я готовила это видео неделю назад, я бы немножко другую информацию, наверное, давала. Ну, пойдем сначала. Новые проекты. 1 плюс 1 от 35-40 тысяч евро. Я последние полгода, я не видела цену входа ниже 35. Если мы говорим, чтобы в доме был хотя бы минимальный бассейн, не привязываясь к удаленности от моря. 2 плюс 1 это где-то 70. В среднем минимальная цена. Можно напрячься, можно поискать, найти 65-68. Ну, это будет единичный проект и если мы такое находим, то здесь нужно достаточно быстро реагировать. То я еду с камерой снимать. Ты можешь не доехать, заберут раньше. По старому фонду. Старый фонд в Махмутларе это дома примерно 99-2005 годов. Чтобы понимать сейчас, здесь можно четко отследить эту тенденцию. 1 плюс 1 это где-то 35 тысяч евро. В зависимости от состояния. Опять-таки, это средняя цена. Я еще раз повторяюсь. Это не самый-самый минимум. Можно найти на пару тысяч евро дешевле, но вопрос в том, а стоит ли. Потому что все равно придется за эти пару тысяч евро, а то и больше, делать апгрейд квартиры, ремонт, мебель менять и так далее. Мне кажется, проще доплатить пару тысяч. Скупой платит дважды? Да, скупой платит дважды. И 2 плюс 1 45-50 тысяч евро. Да, 2 плюс 1, представьте, 45 тысяч евро. Это прям вообще. Вот у нас есть за 43 тысячи евро 2 плюс 1. 100 метров до моря. Ну, домик, он, ну, старый фонд, там нет ни бассейнов, ну, во дворе сад. Большой сад, кстати. Заходишь в подъезд, там, ну, керамогранит, там, или, я не знаю, мрамор, что это. Мрамор, на полу мрамор, часть стен, мрамор. Все классно, ну, хорошая квартира с мебелью. Ну, конечно, там мебель уже не новая, но вообще, в принципе, 43 тысячи евро. 4 на 7, это что, 2 800? Можно 2 плюс 1 взять. Там сколько квадратов-то? 80, наверное. Ну, там под 90. Под 90 квадратов, 100 метров до моря, вышел, прогулялся. Да, но в доме нет бассейна. Сразу для некоторых это является критичной точкой. Здесь уже дело вкуса и предпочтение потребностей. Ребят, ну, 100 метров до моря, зачем вам бассейн, я его смотрю? Хорошо. Что там? Каргиджак у нас остался? Ну, каргиджак я, в принципе, не буду рассматривать. Он сейчас строится по новой. Ну, он близок к Махмутлару. А, ну, там же дороже гораздо, чем в Махмутларе, нет? Там дороже. Там как-то рублевка называют ее. Да, турецкая рублевка, каргиджак, очень плотно застраивается комплексами премиум сегмента. 1 плюс 1 в среднем стартует в районе 50 тысяч евро у нас. Ну, 2 плюс 1 может быть абсолютно разным. Здесь застройщики пытаются в борьбе за рынок добавить какие-то дополнительные концепции, дополнительные дизайны. И в зависимости от потребностей и вкусов можно найти квартиру как там за 90 тысяч, например, да, так и тысяч за 200 и больше. Ну, как вот у нас было в каком-то видео недавнем, там, то есть и бассейн на крыше у вас, место для йоги. Ну, всякие вот такие плюшечки добавляют, пытаются, ну, как-то, да. Это стиль жизни. Конкуренция. Есть люди, у которых это стиль жизни и это, ну, такая прям насущная необходимость иметь именно такое. Да, кому-то именно вот этот момент скажут, о, вот это то, что я искал. Это то, что нужно, вот то, как я хочу жить. Хочу медитировать. Да, ну, и чтобы подытожить, хочу сказать, риэлтор здесь, это не враг, это друг. Поверьте, мы, как никто, хотим решить ваши вопросы. Все, 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 все члены нашей команды до того, как прийти в недвижимость и переехать в Турцию, жили в разных странах, в разных городах, были реализованы в других профессиях. И правда, ну, давай не будем далеко ходить. Я была финансовым директором у себя дома. Попала сюда в 2011 году, на сегодняшний день я считаю, что я себя хорошо чувствую здесь. И мне нравится эта профессия именно за то, что я могу решить вопросы людей, я могу помочь решить проблемы. Ну, такой момент самокомпенсации, да. Карма у тебя хорошая будет. Я на это надеюсь. Поэтому не бойтесь нас, мы с удовольствием решаем ваши проблемы, решаем ваши задачи. И поверьте, если есть возможность найти что-то уникальное, мы всегда это делаем. Мы в первую очередь отталкиваемся от ваших запросов, от ваших потребностей и пытаемся максимально раскрыть этот момент. Не бойтесь отвечать на вопросы. Мы не просто так спрашиваем, а какой у вас бюджет, например, или сколько людей будет проживать. Ну, можно пример привести, когда хотим квартиру 1 плюс 1, но у нас трое детей. Давайте посмотрим 2 плюс 1. Ну, правда, это будет вам же удобнее. Смотрите, просто я уже, я-то риэлтором давно работаю, с 2015 года. Мы уже выстроили, вот с Женей, когда там еще работали в Сочи, выстроили вот такую политику, что я вначале звоню вам, задаю, да, несколько вопросов. Во-первых, какой бюджет? От бюджета вообще, в принципе, всегда отталкиваемся, правильно? Но также удобнее. Запросы бюджета. Вот. Потом, да, важно, для чего вы покупаете квартиру. Может сдавать в аренду, может быть, как инвестиции. Вы хотите купить в стройке и потом продать подороже. Ну, либо для ПМЖ. Для всех этих моментов разные подходят новостройки, разные районы. Поэтому, да, отвечайте нам на вопросы. Мы пытаемся просто понять, как вы видите свою квартиру. И, собственно говоря, потом отправляем вам подборку. Сейчас я не делаю подборки. Делает Оля. Да, еще девочки менеджера делают, ну, потому что имеют более большой опыт, да, здесь уже все знают. Поэтому они составляют подборки, оказывают первичную консультацию. И уже здесь вместе встречаем вас, смотрим уже вживую и покупаем недвижимость. И потом все вместе, не знаю, идем в ресторан. Празднуем новоселье. Празднуем новоселье и остаемся с вами друзьями. Если что-то еще, какие-то вопросы будут, обязательно помогаем там и по ВНЖ, и по всему остальному. Я, кстати, скоро буду ВНЖ получать и буду все снимать, опять же. Все, друзья, на этом все. Спасибо вам за внимание. Да, надеюсь, было полезно, 100% было полезно. Ставьте лайки, опять же. Обращайтесь, сейчас телефон появится у вас на экранах. И, как всегда, ссылки все на все социальные сети под этим видео. Всем пока. До свидания.